Это необходимо было сделать. Gone Flat, Сахарный Человек, реально классная песня, без лишних предусловий, приступим. Но перед началом напоминаю, как обычно, Cloud Rap 1.2, недавно обновленный видеокурс. Чтобы заказать, напиши мне, ссылка на меня в описании, подробнее о курсе будет в конце видео, погнали. Набор звуков у нас довольно нехитрый, и как обычно, как только этот видос наберет 2000 лайков, то я выложу проект этого бита в своем паблике ВКонтакте, ссылка на паблик в описании. Итак, чем мне показался этот бит интересным? Конечно же, мелодией. О ней мы поговорим чуть позже, пока инструменты. То есть, два электропиана, один ха-ха-ха голосок. И, конечно, огромный респект битмейкеру Swiftness, потому что при всей своей простоте бит получился реально мелодичным, и реально очень таким гармонически классным и красивым. Мне очень понравился, мне очень пропер этот трек, и Gone Flood'ом, и битом. Вообще, трек реально очень классный. Итак, давайте уже пропишем мелодию, которая там была. Начнем писать его на Nexus. Это, как я уже сказал, обычная электропиана. И первый аккорд у нас тоже довольно обычный. Это Fa dies minor. Второй аккорд у нас будет чуть менее тривиальный. Это Si minor, но не совсем обычный Si minor. То есть, он будет вот таким вот, без вот этой Fa. То есть, это септ-аккорд. Просто мы третью ступень убираем, оставляем только четвертую. И вот. И можно добавить еще снова первую ступень, чтобы было покрасивее. Потом у нас будет такой проходик. Вот так. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И снова следующий аккорд. Следующий аккорд, по сути, снова Si minor. Только немножко другой. Тоже септ-аккорд, но звучащий вот таким вот образом. Вместо четвертой ступени соль диез у нас будет четвертая ступень для А. И до этого внизу будет обычный Si minor. А следующий аккорд у нас тоже не менее интересный. Это, ну, он больше всего похож на уменьшенный аккорд Fa. Он у нас будет звучать вот таким вот образом. И следующий аккорд, скорее всего, просто это уменьшенная квинта. То есть, от Si, ой, от Re, конечно, я хотел сказать, до соль диез. Вот так. По-моему, звучит не именно так, но очень похоже. Ну, естественно, в комментах вы можете, как всегда, написать, что не похоже. И сейчас мы проделаем с этой мелодией то же самое, что я делал с мелодией в ремейке Eminem и Kill Shot. Значит, сначала можно Alt-Q нажать, Alt-X. Вот эту пробежку можно сделать немножко. Вот эта нота должна вообще очень слабо чувствоваться. Она должна только ощущаться. То есть, а, вот как плавный переход должен быть не именно слайд, а именно просто такой плавный переход, когда ты мягко нажимаешь на клавишу фортепиано. Вот так. Давайте теперь сделаем следующий этап, это Strammise. То есть, мы очеловечим аккорды. Ctrl-Shift нажимаем, выделяем первый аккорд, выделяем третий аккорд, выделяем четвертый аккорд. Жмем, во-первых, переводим на начало. Жмем Alt-S. И крутим посильнее. Слишком сильно. Accept. Отлично. Выделяем оставшиеся два аккорда. Жмем Alt-S. И делаем очень слабенький Strammise. Вот какой-то такой. Жмем Accept. Можем теперь удлинить мелодию. Сделаем вот так. И клонируем ее на второй EP. И его на пару октав вниз, потому что он очень высокий звук. По-моему, именно то, что нужно. Теперь добавим Electrum. Ой, какой громкий звук. Надо ее убавить. Вот тут. И тут Тюрун надо сделать. Вот так. Попробуем. Мне не нравится, что здесь заканчивается тем же звуком, что и начинается. Вот так лучше. Можно поднять это. В принципе, мелодия готова. Можно еще прописать сразу эти Ах-Ах-Ах. Вот так. Я их буду делать вот такими интервальчиками. То есть примерно по тем аккордам, которые у нас есть. Можно их немножко варьировать. Вот так. То есть просто по аккорду, но так, чтобы интересно звучало. Вот так. Попробую. Вот, отлично. Вот, вот, мне нравится. Послушаем, как переход снова. Обратно. Вот, отлично. Вот и все. Вся мелодия готова. Отлично. Сейчас перейдем к биту, но перед этим поговорим про сэмплы, которые я использовал. Но, как обычно, на басе я сделал Cut It Self. Он был изначально на ноте Ми, она же Е. Поэтому я жмакнул сюда правой кнопкой мышки и выбрал ее в качестве корневой ноты. Самое интересное, это воксы. Потому что в оригинале вокс был. И я подумал, а почему бы мне не использовать воксы самого Гонфлада, который он записал для какого-то YouTube-блога. Я, честно говоря, не помню для какого. И вот эти звуки. Это был вот такой вот звук. Мы будем использовать все три. Я сделал небольшой наборчик, который вряд ли будет пригоден к использованию. Он, по крайней мере, будет интересным. Вместе с проектом, когда этот видос соберет 2000 лайков, я выложу вот этот странный наборчик Эдлибов Гонфлада. Вот мне этот нравится особенно сильно. Он вряд ли будет пригоден к использованию, но, по крайней мере, это прикольно. Вот я из какого-то видео это нарезал. Итак, давайте перейдем обратно к бету. Начнем прописывать с клэпа, потому что клэп это просто и классно. Кстати, темп у нас 123 удара в минуту. Я забыл об этом сказать с самого начала. И с клэпом такая интересная штука. Он то тихий, то громкий. И поэтому сделаем ему вот такую легкую вариацию. Теперь к нему добавим Open Head. Open Head к нему добавим на сколько? На небольшой отступ перейдем на 1 треть и... Нет, слишком много. Вот так. Open Head будет точно так же варьироваться по громкости. То есть к тихому клэпу будет более тихий Open Head, к громкому более громкий. Символ. Ну куда же без символа? Snare. Он же у нас Rim Shot. Вот такой вот простейший паттерн римшота. Далее у нас будет идти перк. Перк у нас совмещенный. То есть... И к нему в дополнение будет идти вот этот. Можно даже его чуть-чуть подвинуть. Вот так. Так будет лучше всего. Подвинем его чуть раньше сет. Они будут звучать всегда вместе. Вот теперь. Теперь этот сэмпл. И с ним мы сделаем такую интересную штуку, потому что сам по себе он, ну, не идеален. Мягко говоря. Сделаем вот так вот. Сделаем слайд ноту из этого. То есть чтобы он уходил наверх. И еще увести ее куда-нибудь по панораме в другую сторону, например. Ну это слишком сильно. Вот так. Добавим второй адлиб, который чё. И добавим адлиб мучо. И чуть повыше ее сделаем. Он, кстати, не меняет свою продолжительность в зависимости от питча. Это нужно сделать с помощью вот этой штуки. Поставить вместо ресэмпл здесь стретч. Мне нравится, как это звучит. Теперь давайте кик сделаем. И от кика уже сделаем потом партию бас. Вот так. Второй паттерн будет отличаться не сильно. Вот так. Потом сделаем вот так. Вот и все. Так, теперь перебросим это все в паттерн с нашей мелодией. Пока не идеально, конечно, знаю. Но давайте пропишем басец. Как я уже сказал, бас настроен по частоте. Корневая нота выбрана. И мы настроили ему анвелоп. И начнем писать. По-моему, первая нота идет вот так вот. То есть добавляем слайд ноту. И на октаву вниз. И вниз. И следующая нота. Интереснее всего звучит на ре. Потому что если сделать на си, то будет слишком низко. Ну, слишком низко. Поэтому я сделал его на ре. И мы сделаем ему переход наверх. На си наверх. Мне так больше всего понравилось. Вот и почти все. Осталось добавить только вот здесь. Это подкоротим. И мы сделаем две вот такие нотки. Продлим их. И сейчас слайд нотками их потаскаем вверх и вниз. Вот так сделаем. Даже можно вот так. Не слишком высоко. И вот так. Вот так, да. Вот. Остались хэты. Но хэты тут тоже довольно интересные. По большей части хэты здесь состоят из нескольких небольших пробежек. И вот такого типичного привычного паттерна у них нет. Но и это довольно-таки в плюс играет этому треку. Потому что это уже, мне кажется, всем надоели. Постоянные, бесконечные, без перерывов. Поэтому паттерн здесь довольно простой. Вот так, да. Здесь третями. Третями, третями. Вот. И вот так. Да. Вообще, блин, топовый паттерн. Давайте чуть-чуть поработаем спичем. Теперь велосити. Вот и все. Вверх, потом вниз. По сути, очень простая велосити. Ничего интересного. Панорама прикольная, по-моему. Панораму здесь можно поинтереснее настроить. Как-нибудь. Вот. Ну, тоже. Хотя, в основном пробежки из стороны в сторону будут. Я не сторонник настройки панорамы автоматически. Но я сторонник настройки ее вот так. Не то чтобы тяп-ляп, но... Если звук не на своем месте, то это будет сразу слышно. Вот как-нибудь вот так. Вот, да. Эти будут постоянно чуть-чуть вот слева. Этот, последние три звука будут перебегать. Все готово! Вы не поверите, но весь паттерн готов. Давайте все это скинем на микшер. Поскольку у нас сегодня довольно яркий чувак, то давайте еще немножко это разукрасим. Color Subjected, Gradient. И выберем, что у нас есть максимально яркое. Вот этот первый цвет. А вот это второй цвет. Темноватый, как все равно получается. Gradient. И... А это будет... Вот. Вот такой вот прикольный цветовой набор. Давайте все это скинем на микшер. Можно сразу сделать групповой канал ударных и групповой канал бита. Да. Груповой канал ударных и групповой канал бита. Да. Топово. Груповой канал инструментов и ударных. Split by channel. Переходим в плейлист. Ctrl-Shift. Выделяем. Перетаскиваем. Как все ярко. Звучит пока немножко, конечно, косо и криво. Но все-таки давайте отдельно поработаем с каждым инструментом. В принципе, что я сейчас хочу сделать? Я хочу на некоторых звуках поработать с их эквализацией вот таким вот образом. То есть, ничего принципиального, просто... Здесь вот High Pass, здесь Low Pass. Вот так. Шпоньк. Шпоньк. Это можно сделать и пресетом. Я бы это сделал, в общем-то, пресетом, если бы не хотел добавить немножко вот здесь. И убавить вот тут. С этим звуком я хочу сделать совершенно то же самое. И теперь на хор я хочу наложить ревер. И расширить. Один стерео контрол. Вот. Сильно расширять не будем, потому что у нас будет расширяться все на групповом канале. На этот звук я хочу наложить вето, потому что он слишком противный. Просто отрежем его много... Много низа. Накинем на него Delay 3. Топовый плагин, который, оказывается, был в FL12, но я почему-то им не пользовался. И начал пользоваться только с 20-ки. А я переключил в Ping-Pong. Cut-Off давайте немножко уменьшим. Вот так. И VAT. Тут стоит одна четверть. Меня это полностью устраивает. Мне нравится. Даже, наверное, VAT еще чуть убавить. Теперь вешаем Stereo Shaper с моим любимейшим пресетом. Слушаем групповый канал. Что нужно сделать, когда все готово? Конечно же, повесить Maximus. Maximus это топовый плагин тоже. Но это такой Sound Goodizer на Maximal, как я бы его назвал. Потому что... Вот. Можно чуть-чуть подрезать низ еще. И немножко еще расширить. И чтобы получить супер широкое звучание. Теперь на ударный вешаем Soft Clipper и фигачим кик на максимум. Vox. Давайте для Vox'ов создадим отдельный групповой канал. Возвращаем их на ударный. Просто хочу, чтобы разом их обработать. Ну, чтобы просто не тратить время лишний раз. 10% на V-те хватит. Теперь нужно отпилить им весь низ. И расширить. И мы не сделали еще одну очень важную вещь. Давайте пройдемся по всем звучкам и немножко их расширим по стерео базе. Начнем с Open Head'а. Они у нас звучат совместно со Snare'ом. Но никто не мешает нам их распределить из стороны в сторону. Давайте на этом остановимся. И убавим Vox'ы. Теперь Head'ы. На Head'ы мы повесим легенький реверок. Давайте мой пресет Send Low. Но вернем Drive в исходное положение. Очень легкий пресетик. Просто, чтобы еще раз не настраивать. Можете посмотреть, какие тут настройки у этого пресета. Я тысячу раз показывал, как я это делал. Чуть-чуть сужаем ревер. Делаем длинный хвост, но при этом очень мало V-та. И таким образом получается очень атмосферное звучание, по-моему. Также можно еще немножко сразу у Head'ов отпилить лишнего низа. Потому что, возможно, он есть. Но, в принципе, его нет. Так, вот. Давайте Clap'ы расширять не будем. Мы расширим Open Head. Так будет прикольнее. Stereo Shaper. И добавим ему громкость. В это сложно поверить, но почти все готово. Можно, во-первых, сузить бас до Mono. Во-вторых, перегревать я его не хочу. Можно чуть-чуть поработать с ним эквалайзером. Вот так как-нибудь. Единственное, что я хочу, чтобы Clap'ы был погромче. Вот так мне все нравится. Ну и можно набросать примерную структуру. Так, можно еще немножко поколдовать Озоном. Как я тысячу раз говорил, что все, пресеты, все, пресеты. Вот и все, на самом деле. Я еще чуть-чуть убавил перки. Потому что шочень выбиваются. И воксы. Давайте послушаем, что у нас получилось. Потому что получилось, по-моему, круто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот такой вот получился бит. По-моему, получилось довольно классно. Если вы со мной согласны, то можете написать об этом в комментариях. И если вы еще здесь, то у меня к вам вопрос. Считаете ли вы, что Gone Flat — это главный прорыв 2018 года? И если вы так не считаете, то напишите, кого вы так его им считаете и почему. Мне будет очень интересно почитать. Я думаю, не только мне, но и вообще остальным, кто досмотрел до этого момента. Для меня Gone Flat — это тот случай, когда все говорят, что он крутой. И я могу с этим согласиться. Потому что, особенно сахарный человек, большую часть работы в этом треке все-таки сделал Gone Flat. Вот своим голосом, как вот он обволакивает этот бит, мне реально очень понравилось. Если вы со мной согласны, то вы, опять же, можете написать об этом в комментариях. А если вам понравилось это видео, то нажмите лайк и подпишитесь на канал. И, как обычно, напоминаю, что у меня есть Cloud Rep 1.2. Недавно обновленный мой видеокурс. Из трех частей, все три части от А до Я, по Клауду, Трилу и Трэпу, к курсу приложены ссылки на VST, участие в закрытой группе, все материалы из курса и курсы начинающих на случай, если вы вчера открыли FL Studio. Чтобы заказать, напишите мне. Ссылка на меня в описании. Напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. Он стоит 3,290 рублей. И на этом у меня все. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Посмотрите другие, не менее, а то и более интересные ролики на моем канале. И ставьте колокольчик, потому что таким образом вы сможете получать уведомления о моих видео и о моих стримах. На этом все. С вами был Стас. Пока. Увидимся в следующем видео.